Доброго времени суток всем дорогие друзья, хей-оу-йоу-хей, хей-оу-хей, всем хорошего настроения, с вами как всегда Герман Громов, Максим Чаев, студия Arena InfoGame, на связи и Максим Ильяниус, Чаеваниус, ты здесь? Да, ребята, всем привет, всем, да, здравствуйте, всем здравствуйте, ребятки, ну чё, как дела ваши? Как ваши дела? Рассказывайте, пишите в чат, кто что делал до того, как начался стрим, как ваш воскресный день прошёл, в принципе, он ещё не прошёл, уже, правда, вечер, но тем не менее, пишите ваши впечатления, ваши дела, чем занимались и так далее. Ребят, открывают у нас игровой день коллективы Респект, Пассаж и Литерейд, сразу же с корабля на бал, хочу напомнить, что вчера Респект одержали очень важную победу над командой Five Elements, после не самого удачного старта на ВВГ, ну как, точнее, старт у них был очень клёвый, 9-4 они вели, но потом доигрались до топов, а на топах затащили Five Elements, правда, после чего, после первой карты капитан команды 505 по тем или иным причинам покинул свой ростер и вместо него зашёл замена Корпс, и после чего просто 10-3, 10-2, две карты улетели в Магадан, и, соответственно, Респект и очень легко там эти две карты выиграли, забрали заветно 3 очка, и, кстати, сегодня Five Elements тоже играют, но, надеюсь, сегодня уже будет действительно без каких-либо проблем и отсутствия капитана, потому что действительно отсутствие капитана вчера сказалось на все 100%, то есть команда абсолютно другая была, несмотря на то, что как бы и Стиви вроде стрелял, и все стреляли, но как-то всё равно целостная картина, она практически отсутствовала. Команда Литерейд, команда Литерейд, которая подошла сегодня со статусом фаворита, вчера сенсационно обыграли The Nation, я не скажу, что это прям большая сенсация, ну, потому что против The Nation ты всегда, ну, просто уж так принято, наверное, ты приходишь в роли нефаворита, поэтому всё-таки Литерейдам достались двойные лавры победителей, и сегодня они встречаются с командой Респект Пассаж. Кстати, эти две команды находятся сейчас на первой строчке, и кто сейчас выигрывает, единолично занимает пока что первую позицию на нашем с вами легендарном дивизионе. Ну и, конечно, этот матч действительно принципиальный, как для одних, так и для вторых. Ну, Максимка, пока ставочки открывает... Да, уже давно стартанул, уже закрывать скоро будем. Так, ну и, собственно говоря, ребятки, такую игру надо делать лас. Ну, я, кстати, вот согласен с тобой, да, Хелсинг, Хелсинг Алукарт, я с тобой согласен, что эту игру нужно делать последней, потому что это, знаешь, как десерт. Но, но, сегодня у нас, кстати, тоже довольно-таки интересная игра будет, третья. Третья игра на сегодня у нас будет, сейчас скажу, это The Nation против Embargo. Тоже довольно интересная игра, не надо там ёрничать, да, что это там Embargo, The Nation, что там Изикатка. Embargo показывали, что они действительно очень сильные, и они готовы удивлять абсолютно всех. Вчера они выиграли, кстати, Эмиральдов. Ой, не хочу этот матч больше вспоминать, но, тем не менее, тем не менее, они выиграли, заветные три очка забрали, и сегодня попытаются забрать еще три. Ладно, смотрим, первый раунд у нас, респект, и в атаке литерейты в обороне отыгрывают, и как же все-таки, в каком ключе пройдет эта игра, пока что остается загадкой. Опи у нас на стрит уже заливается, Уэйк в обороне альфа, а вот товарищ Лосс уже открывает фраг у нас. Опп, фраг делает дазл, моментально размен на ЦК, а здесь Зишку-то могут еще защемить, Систем идет Аркадий в четверку, и у Зишки здесь проблемы, 7 хп у Олега. Хаешка хорошая кладется от Олега, но Систем просто защемлен здесь. Сейчас, ну не знаю, Олегу бежать надо со всех ног отсюда. А вот под бетон, там, кстати, уже Лосс, и вот за Лоссом нужно тоже, наверное, последить, или за дазлом, не знаю, за кем посмотрим. А Лосс-то один здесь, и лапы ставят неплохую пачку с кемпы, а вот товарищ Тушкана остается 0 хп, и это значит, что первый раунд забирают уже стремительно парней из коллектива Литерейт. Ну, поехали, интересненькая встреча у нас началась. Ну, обороны у нас с самого начала начинают показывать то, что они настроены на игру, прям очень жестко, и они будут рвать своих соперников. На данный момент у нас, опять же, идет поджим позиций БК. Здесь у нас Дазл и Пуш находятся. Особо как-то респекты не агрессируют на данную позицию. Есть нашивка по центральному кафе, но там лапа довольно-таки агрессивную позицию занимает. Пиксель пытается поймать. Опи уже начинает гонять своего соперника. Откид Хае на позиции Зиги у нас имеется. Тео находит опенфраг в лице Система, и пошла работа, скорее всего, на позиции Альфы. Да, именно так и происходит. Здесь Вейк пытался обороняться, но нет. Но нет, не заходит. Тео моментально залетает, ставит пачку, и позиции Альфы сейчас под контролем респектов у нас находятся. И должны литерейты как-то ретироваться под эту позицию. Ну, посмотрим. Откид Хае на пятерку, плейнт уже установлен, а пока что здесь каких-то агрессивных действий от литерейтов мы не наблюдаем. Ну, а Дазл подходит под пятерку. Здесь уже также Пуш находится. Откид Хае... Ой-ой-ой, Зишка вылетает сразу же с этого раунда. С Хаешки есть минус. Вот Лосс отыгрывает от нубки, откид Хае на позиции заходов, позиции плейнта Альфы. Ну, и, собственно, здесь Лапа, конечно, очень классно сейчас зачекал позиции Корма. Минусует Тушкана, но там Тео опять же выходит в спину. Лосс минусует одного, второго. Ну, и, собственно, ответочка не заставляет себя долго ждать. 1-1. Здесь я, на самом деле, рассчитываю на все три карты, потому что, действительно, вот смотреть вот таких соперников нужно на трех картах. Вот только на трех выяснится как раз-таки самый сильный коллектив. Но, опять же, в случае, если 2-0, я думаю, что особо все расстроятся. Но в приоритете, конечно же, у всех три карты. Лапач целит у нас Зигу. Давайте пролетимся по карте, что и как у нас здесь. Пуш с Система под Альфой. А вот у Дазла здесь товарищ Лосс. В гостях. Прочекал его Лосс, но оставляет Дазла в живых. Ну, посмотрим. Тушкан на длину начинает заливаться. Там Уэйк. Пока что есть у нас... Ой-ой-ой, пачка от Уэйка жесткая. А вот Тео забирает Лапу. Тоже не самый приятный минус сейчас. Систем ждет дроп с центрального кафе. Ну, как жестко. Сейчас, оп, я его перестрелял. Лосс. На окне забирает Дазла. Ну, что-то совсем как-то... В такие выгодные позиции сейчас были у Литерейт. И как-то они действительно по стрельбе здесь немножко не вытянули. И реально на скиле здесь респект просто затащили. Грубо говоря, раунд. Ну, на самом деле, раунд еще не кончился. Еще Пуш забирает Зишку. И ситуация 2 в 2. Вот что интересно. Лосс в Альфе. А вот Тушкан у Этео у нас находится на пары. Хорошая пачка по Уэйку имеется. Ну, давайте за Сергеем посмотрим. Он один. И сейчас с Лоссом будет война. Ну, как война? Просто перестрелочка моментальная. Лосс забирает Пуша. И, соответственно, 2-1 уже на табло. Ну, что ж. Два раунда к ряду отыгрывает тем временем у нас коллектив Респект. И сейчас у Литерейтов как-то не получается выстроить правильную оборону против своих соперников. Действительно, очень жестко парни сейчас отыгрывают. Лосс работает через БК. Здесь встречается с Дазлом. Пошла перестрелка. Забрасываю дэмэж под друг к другу. Но здесь также Тео подлетает на позиции БК. Пытался захлуповать как-то Лоссу. Но Вейк его моментально увольняет. Также Дазл от Китхае. Минус Лосс. И здесь Тушкан отыгрывает. 76% здоровья. Зишка хелпует как может. Да, есть минус по Дазлу. Но Вейк еще Хилиса живет. 84% здоровья у него остается. И Тушкан пытается дожать своего соперника. Но эта пачка просто анрел. Влетает у нас от Вейка. И Зишка принимает решение стянуться непосредственно на позиции центрального кафе. И уходит уже на четверку. Будет, скорее всего, отыгрывать через короб. Нет. Сворачивает на банан. Там опи. Очень шумно заходит на позиции Альфы. Есть минус. Отлично. Систем его принимает. И позиции Альфы пока что продолжает контролировать коллектив Литерейт. Зишка уже подливается на позиции Стрита. 66% здоровья. Но Систем сейчас на пятаке. Скорее всего, не отпустит. Нет. Да. На пятерке не отпустит. Не отпустит Альфу. Будет до последнего ее контролить. Ну и Хаешка взрывается, конечно, на позициях Альфы. И Зишка здесь просто спалил свое местоположение. Залетает. Нашивка через Ширлон под Стрит. Но Зишка пока не может понять, что ему делать. Куда передвигаться. Зачем идти. И стягивается на инсайт. Будет уходить на Т-спаун. Но посмотрим. Здесь, в принципе, Литерейт особо не торопится искать своего соперника. Но пусть бегает себе далее. Есть у него еще время чуть больше минуты на установку плента. Но... Но такое дело. Такое, опять же. Бекает центрально. Стягивается на четверку. Вот здесь Вейк слышит своего соперника сейчас на банане. Пошла перестрелка. Залетает дэмэдж еще раз фазишки. 35% здоровья. Но здесь Суаши, конечно, сложно было не перестрелять Вейка. Есть минус. Но Система, опять же, принимает под пятаком. И 2-2. Паритет восстановлен. Вчера мы помним, какие хайлайтики выдал нам Олег Кановнин. И сейчас пока что не смог повторить своих вчерашних подвигов Олег. Но надеюсь, что сегодня мы действительно увидим от него также не менее яркую игру, чем вчера. Снова поджим длины. Вейк Пуш. Но здесь уже респектно, конечно, не будут обжигаться. А те же угли. И просто ждут сейчас поджима. Ну что, в это время Тео, кстати, увольняет. Под Альфа Система Лапыча так же гибнет. И Альфа полностью находится. Бесхозный сейчас у команды Литерейд. Заходи, кто хочет. И, пожалуйста, ставьте бомбу. Милости просим. Полетели. Хаешки, о, хорошие. Дазла выкуривают. Здесь 59 кп у него остается. И в спину. Ой-ой-ой, как не забрал сейчас Тео в спину Дазла. Но Пуш там, на самом деле, тоже благо подсейвил своего тиммейта. Дазл 59 кп. Пуш также уже на пятерке. Вейк со спины пойдет. Ну что, полетели. Минуса у нас. И вот Тушкан сейчас со спины здесь просто будет раздавать. Перформанс. Есть минус раз. И минус два. Нет, Вейк забрил Тушкана на развороте. Изишка должен здесь, конечно же, тащить этот раунд. Или же кто? Да, все-таки Олег забирает. У нас третий раунд для команды Респект Пассаж. Ну что, начало действительно очень равное между коллективами. И дальше только жарче. Ну пока что, действительно, у нас идут такие качели в счете. 3-2. Далее, скорее всего, будет уже 3-3. В принципе, я не удивлюсь. Но сейчас Респекты начинают набирать немного обороты в атаке. И вполне себе могут забрать четвертый раунд. И уже взять преимущество в два раунда свой копил. Пока что Систам сопротивляется. Есть опен фраг уже по лосу. И позиции Альфы полностью зачищены от Респектов. А вот Тео продолжает уничтожать. Есть минус по дамбу. Перетяжка от Опи и Тео должна быть сейчас уже на позиции Альфы. И Опи находится на банане. Ждет какого-то поджима со стритам. Но Тео заливается в короб. 10% здоровья. Но это, конечно, совершенно не самый лучший вариант для Тео сейчас. Надо было отыграть где-то более от сейва. Но он попытается просто отсидеть. Как раз-таки засидеться сейчас у нас на позициях короба. И здесь Систам. Прекрасно слышит ОТ. Все перетяжки на позиции Альфы. И у Опи могут возникнуть проблемы сейчас на стрите. Но он тоже особо не торопится атаковать. Вот Зишка с Тушканом уже будут накалять ситуацию. Скорее всего, непосредственно на позиции Бет. И Зишка находится у нас в центральном кафе. 96% здоровья. Прошивает пока что Зигу. Тушкан находит минус по Систам. Нет, это у нас Опи находит минус по Систаму. А Тушкан продолжает перестреливаться у нас с Вейком на позициях Бет. Но Тушкан также находит свой минус. Есть минус по Вейку. И Лапа пытается еще хилиться. Живет как-то. Но здесь Опи просто с ножа забирает своего оппонента. И Пуш остается в соло. Он заработает сейчас через позиции длины. Отправляет у нас Тушкана отдыхать. Но 1 в 3. Опи 16%. Здоровья ТО 10. Но и Зишка только 96%. В принципе, сейчас у нас Пуш может отыграть. Двоих минусануть. И далее уже Зишкой заняться. Но в принципе, Олег-то тоже далеко не из тех соперников, от кого можно отыграть очень в легкую. Откид Хае на позиции пятерки у нас имеется. Там на Топе работает. Но Опи в соответствии улетает. Также Пуш сносит голову Тео. И продолжает работать через пятерку. 53% здоровья. Заход на позиции плента имеется. Но таймер. Таймер, конечно же, решает многое. Пытается выцелить у нас Зишку со стрита. Но здесь все. Зишка опять сделала свое грязное дело. И Пуш его, конечно, забирает. Но таймер не прощает просто. Это 4-2 за респектами. Ну и сейчас Литерейты, как мы видели с вами в чатике. Будет небольшая ротация от них. Понимают, что, в принципе, респект сейчас по длину уже не ходит. И нужно предпринимать какие-то более агрессивные действия. Вот на ЦК сейчас у нас Дазл должен будет принимать вместе с Пушом. Но, кстати, Пуш пока что больше подглубь играет все-таки в бету. Коробку смотрит. И очень закрыт у с дома. Систом в коробе играет. Уэйк под альфой. Ну и длина, кстати, в принципе, не агрессирует. Понимают, ребята, что не надо так делать. А вот ой-ой-ой-ой-ой. Дазл принимает Зигу моментально. И сейчас... Это, конечно же, знак для команды респект. Что, в принципе, уже нужно придумать что-то новое. Потому что соперники поняли стиль игры своих соперников. В Систом идет Аркадий в четверку. Замечает Зишку. И начинается перестрелка. И Зишка здесь, вероятнее всего, отлетит. Потому что там и со спины сейчас к нему придут. Да, Пуш просто в спину забирает Олега. И это третий раунд для команды Литерейт. 4-3. Ну что ж, потихоньку отыгрываются у нас сейчас Литерейты. Опять же, сокращает отставание от своих соперников всего лишь на один раунд. Но надолго ли это сокращение у нас продержится? Посмотрим, посмотрим. Здесь уже Зишка и Опи будут работать под четверкой на данный момент. Нашивает также центральное кафе. Опи как раз сюда заливается. И Дазл будет принимать сейчас Зигу. Но посмотрим, что из этого всего выйдет. Пока что здесь забрасывается дым. Особо никаких передвижений не наблюдается. Вот на длине накал старостей идет вовсю. Здесь уже Лос начинает накалять ситуацию против Пуша. Также Лапич пытается поймать своего соперника из-под бетона. Есть информация о том, что Лос проходит и Лос на всех парах просто несется под бетон. Лапа 74% здоровья. Слышит Лосу, но Тушкан как сейвит своего тиммейта. Есть минус. А по Лапичу и здесь Дазл. Один одинешень. Хаешка опять же под ноги залетает. Пытается минусануть Лосу. У него это получается, но остается рыдовый край. И Тушкан еще одна Хае. Есть минус. Минус и даблкил на счетчике Александра у нас. Ну, жестко. Так, что далее? Зишка и Офи минусуют своих соперников. Пуш, ответочка на Офи. Но позиции беты сейчас будут... Нет, Альфа. Альфу, я думал Альфу пойдут пресить, но ребята на бету передвигаются. Тушкан 80 ХП, в принципе, все играбельно. Откид Хае на позиции Зиги. А Пуш за ними идет. Просто вслед направляется. Так, плент у нас установлен на позициях Б. Пуш. Пойдет через ЦК. Уже находится на передце кафе. Чекает позиции. Но там Тушкан и Зишка просто закрываются уже. Спокойно сидят на своих позициях. Тушкан от Чека на второй линии. Зишка вообще находится на позициях бетона. Ну и, собственно, ничего хорошего пока что не наблюдается у нас для Пуша. На данный момент зачекал, похоже, Тушкана. Но здесь у Тушкана также есть информация, где находится Пуш. И просто в упоре пошла Пересреха. 19% здоровья остается у Тушкана. Заставляет дропнуться. Но здесь время, опять же, Зишка дожимает. И пятый раунд у Респекта. Так, ну и последний раунд. Первая половина у нас сейчас грядет. И Литератом Крофизнессу нужно забирать, кстати, эту четверку. Потому что 6-3 преимущество за атаку. Это более, кстати, чем хорошее преимущество. И сейчас Тушкан принимает решение по длину пойти. Там Пуш. И вот на ЦК здесь также холивары у нас происходят. Дазлу немного ХП оставляют. Первый минус, а тем временем уже стояли. Систем забрал Лосса. Но Зишка моментально разменялся. Так, Тушкан отыгрывает по длиной. Забирает Пуша. Также Пуш забирает с ХЕ-шки после смерти уже Александра. И сейчас 3-3. Под Альфу возможный выход будет. Но здесь Уэйк на пятерке. У нас Тушкан выбывает и сбойный. Это, в принципе, последний раунд. Ничего страшного. Так, ну и Уэйк под Альфой. Лапыч с дома. А вот Дазл играет с Парыча. И уверен, кстати, до победного, что это будет Альфа. На восполнение команды Респект сейчас Литерейт. Ну, посмотрим. Пошел заказ у нас ОПИ. Есть у нас также Тео на Иксу. На Иксе. На Иксу, на Иксе. И со спины пойдет Олег Кановнин. У которого, кстати, соточка. А вот у Дазл 18 хп не самая приятная ситуация. Лапа здесь чекает пробег в плент. Но пока никого здесь он не видит. Так, Уэйк неплохой фраг по Тео. Ну, зачем Тео здесь прыгал, я вообще никак не понимаю. И Зишка у нас постепенно под короб заходит. И здесь Олег. Два Олега у нас на коробе. И один из Олегов выигрывает. Ну, Уэйк еще один минус выдает у нас. И здесь ОПИ забирает своего оппонента. И бам! Нет, не попадает Константин Грачев у нас под ОПИ. Ну, посмотрим, как сейчас будет ОПИ отыгрывать в этом моменте. Если будет прыгать, то, скорее всего, это стопроцентная смерть от Лапы. Потому что, ну, вроде как, у Лапы-то с реакцией-то и все неплохо. Оп! Уашечки подобрал. И здесь ОПИ такой топ-оп-оп. Что-то непонятное сотворил. И 5-4 в итоге. Минимально преимущество команды Респект. Пассаж на первой половине. И переходим постепенно к смене сторон. Но сейчас первая половина вышла, конечно, очень хорошая. И здесь как один коллектив, так и второй постоянно показывали то, что они готовы к своему сопернику. Ну, и в соответствии 5-4. И, если честно, это не самый лучший счет для Респектов в атаке на данный момент. На смену сторон ребята переходят. Сейчас литерейты будут опадать. Опадать будут литерейты. Нападать будут у нас литерейты. И Респекты оборонятся на данный момент. Но посмотрим. В принципе, оборона у Респектов тоже очень неплохая. А вот литерейты, как всегда, славятся своей агрессией. Они будут сейчас жать своих соперников. Очень серьезно. Будут ли у нас какие-то фасты. Или ребята будут прессить сразу же все позиции. Ну, и далее уже от минуса заходить на Альфу или же на Бетту. Посмотрим. Посмотрим, что нам здесь заготовили по тактической составляющей литерейты. Ну, и, собственно, как же будут держать оборону сейчас Респект. И мы тоже с вами узнаем. Будут ли отпускать Альфу. Или там будет всего лишь один засланный Казачок у нас сидеть. Ну, а далее, может быть, какой-то саппорт будет выступать из дому. Или же с пароча. Посмотрим, посмотрим. Ждем готовности от наших ребят. Ну, и, соответственно, надеемся, что они будут продолжать в том же духе. Показывать очень красивую игру. И, соответственно, достойное противостояние. Ну, что ж. Вроде все готовы. Дазл. Ждем только тебя. Уж так же отжимает. Теска упала, пишет Зишка. А, ну, это Зишка. Ребята уже решили свой вопрос. А что с литирейтами? Ну, может, тоже какой-нибудь TeamTalk. Может, в туалетик быстро решили отойти. Нет, все. Дазл здесь. Пуш вроде как тоже по аналогии должен быть здесь. И давайте приступать уже, наверное, к просмотру второй половины. Встреча пока что получается действительно более чем интересная. И наблюдать за ней пока что действительно крайне круто. Ну, и чем же закончится первая карта? Узнаем уже прямо сейчас на второй половине. Да, отлично. Все здесь, все на месте. Ну, что ж. Прогружаемся на вторую половину. Противостояние литирейты против респектов. Первая карта деловой центр. Счет вы видите у себя на экранах. Прошла первая половина. У нас очень жарко для коллектива. Все в качелях. Но, тем не менее, респекты смогли заработать себе преимущество в один раунд. Для перехода на смену сторон. И посмотрим, что же у нас будет теперь здесь. Но здесь пока что коллектив литирейта особо не готовит какой-то фаст на определенную позицию. Ребята растягиваются по карте. Век и Систем заливаются на инсайт. Будут работать через стрит. А там Опи и Тео держат оборону по позиции альфы. Но Опи, если что, также на пятерке. Контролит корот. Зишка, Лос и Тушкан обороняют позиции беты на данный момент. Но там Тушкан, опять же, агрессивно работает через позиции боковой. А Тео, тем временем, минус следует по Систему. И по Дазлу пытаются как-то через ширму наношить у нас Тушкан. Но все безрезультатно. И Дазл заливается уже непосредственно на центральное кафе. Вейк находит минус по Тео. Сейчас альфа начинает немного провисать. Но Опи также стягивается с этой позиции. Если честно, немного непонятно его действия. Отпускает полностью альфу и садится сюда по чеку. Ага, вот это вот хитрый парень. Хитрый, конечно. Но, тем не менее, если зайдут литирейты на позиции альфы, я более чем уверен, что установка планета будет. И они ее просто не отдадут. Дазл также находится в центральном кафе. Пуш стоит просто под Т-спавном. И перетягивается через инсайд. Далее на альфу, скорее всего, пойдут ребята. Но, опять же, литирейты вроде забросили дым. Все было нормально. Окна полностью были отключены для просмотра респектов. Но парни почему-то провтыкали. Просто простояли, прождали где-то у моря погоды. Но сейчас Вейк пытается зайти на позиции плентал. Установку произвести. Там нашивка по коробу залетает. А Дазл по-прежнему стоит. Стоит себе с его... Да, вот она, как раз таки сишку. Не зачекал. Вейк Дазл стоит у нас на позициях Зиги. И пошла перетяжка уже в дом. Но вот сейчас по Дазлу есть информация у Ташканами. Моментально его минусует Дазл. Будет ли дабл? Да, дабл килл от Дазла. И позиция Альфы сейчас провисает полностью. Здесь пытается еще опи что-то сделать с агрессивным Дазлом за спиной. Да, его минусует. Но Пуш от веточку забрасывает с пятерки. И Зишка у нас будет сейчас отыгрывать Солочанского. Заливается уже под пятак. У Пуша имеется информация. Лапа также пытается заселить своего тиммейта. Пошла перестрелка. Но не знаю. Пора бы ставить плент, ребят. Пора бы ставить. Но вот сами проморгали момент. Просто не по таймингу. А здесь Зишка как раз таки и тянет на время. Но плент установлен. И сейчас будет заходить с уашками в агрессии. Но патронов стоит так. Так, немного уже остается на дуалах. Пошла перестрелка с Пушом. 75% здоровья у него остается. Но Пуш перетягивается на позиции Нубки все-таки. И здесь Лапич пытается как-то на патзуме поймать своего соперника. Но у него это неплохо, кстати, получается. Ну что ж, еще один раунд у литерейтов. Итого у нас уже 5-5. Так, ну все. Игра начинается с нуля. Сейчас кто наиболее готов к своему сопернику, тот, конечно же, и победит. У нас подальф опять систем стремится. Но посмотрим. Давайте зависим все-таки за ним. Чекает на аркаду в двери со стороны обороны. Никого там не находит. И вот Даззл. Даззл хотел бы отметить в предыдущем раунде. Очень классно сыграл закрывающего подвига. В итоге вышел, дал два минуса. Спрыгал на пятерку. Стянул на себя внимание Опи. И просто расстреляли своим тиммейтом в спину бедного Опи. Но красиво сработали. Молодцы. Но тем не менее, тем не менее. Респектов еще со счетов никто не списывает. И, конечно же, все только начинается. На карте деловой центр. Расчет 5-5. Тео опен фраг по Альфе. Минус Вейк. Минус один из, так скажем, жестких самых бомбардиров команды. Тео взрывает еще системы. Даблкил. Ну вот. Лапа. Интересно, как... Да. Сегодня лапа, на самом деле, что-то с реакцией притупилась немножечко. У Константина не очень хорошо получается. А вот под коробом война была. Вот Даззл здесь чуть не откинулся у нас. Но по-прежнему все относительно неплохо. Пока у Литерейта в ПХП тоже все хорошо. 3 в 4. Раунд более чем играбелен. Ну и вот, кстати, Даззл заходит в ЦК. И как здесь сразу-то Лос его не забирает? И Даззл сейчас, наверное, будет как-то давить своих оппонентов. Ну все. Давить некуда, потому что просто сейчас тут два игрока. Изишка и Лос. Ну и Вальфу заход имеется уже, кстати. И Тео будет принимать с дверей. Так, пошел дэмэдж. Лапа пробегает, пробегает. И у него довольно все хорошо получается. Так, лапа здесь изишечки пытается начекать. Такой достал бомбу. Ну и после этого все. Даззл снова пытался закрывающего сыграть. Но в этот раз его прочитали. И опи здесь. Вместе с Тео на двоечка забирают. Сергей Ивлево 6-5. Респект. И вновь выходит на один раунд вперед. Продолжается у нас наблюдаться качели в счете. То в одну сторону, то в другую. Так плавает у нас счет. Но посмотрим. Может быть сейчас какая-то из команд у нас покажет жесткую доминацию. И начнут забирать уже непосредственно раунд за раундом свою копилку. Да, Занагрессий летит вперед. Но Тушкан моментально его останавливается. Имеется опенфраг у нас. И Вейк его также отправляет в таверну. Но Систем следом за Тушканом отправляет у нас Тео. И пока что респекты начинают теряться. Потихоньку стыпаться на позициях обороны. Обороняется у нас бета сейчас лоссом. Но Систем находит минус позишки. И позиция альфы полностью открыта для литерейтов. Но туда подтягивается у нас Опи. И Систем также особо не торопится ставить. Но стоит спиной к Опи. Ой-ой-ой-ой. Вот это эпик фейл. А Опи что, до сих пор не увидел своего соперника? Да ладно? Серьезно? Это что такое? Нормально. Нормально. Опи вышел в спину. Дождался пока Систем повернется. Повернись. Смотри на меня. Я хочу, чтобы ты видел, кто тебя убивает. Разобрал своего соперника. Конечно, сейчас на позициях альфы. Но почему такая долгая перетяжка от литерейтов? Я не понимаю, если честно. Там уже был Систем. Могли бы по фасту просто давить уже позиции альфы. Ставить плент. Ну и в соответствии, может быть, Систем бы и не отпал. Там Опи бы не допустили в спину. Но опять же, очень аккуратно действуют ребята через стрит. Здесь у нас вейк и пуш. Но альфа полностью отпущена. Полностью отпущена альфа у нас. Опи обороняется в доме. Также лосс у нас будет отыгрывать сейчас от парыча. Уже дропается под бетонкой. И пошел через миддл. Есть нашивка. Есть информация по пушу и по вейку. Ну и, собственно, здесь хаешка под пятак уходит. Но пока что ребята вынуждены стягивать свой вектор внимания на коробку. Также периодически. Там Опи будет работать на банан. Но, собственно, плента еще не было. Откидываются хаешки. Но здесь просто ребята тянут время. Тянут время до последнего. Хаешка также залетает под пуша. Но плент установлен. Ой-ой-ой. Лапа принимает Опи от лосса моментальный размен. И здесь вейк карает просто лосса за своего тиммейта. Ну и, собственно, 6-6. Опять же парикет в счете восстановлен. Ну что, допы. Давайте сразу нацелимся на допы. Чтобы морально легче было к ним подходить. Все-таки допы, наверное, действительно. Самое прогнозируемое продолжение этой карты. Но вот лосс на аркаде забирает. У нас товарища вейк. Пуш моментальный размен. Лапа забирает еще лоссу тоже. И проблемы еще в Альфе начинаются. Но здесь Опи вроде приходит. Но вроде приходит. А вроде и уже отлетает сразу же. 7 хп у система. Его попытается здесь набрить Тео. Но 7 хп, конечно, это маловато. Но и Тео. Тео здесь. Господи. Как же систем долго живет. В это время Пуш у нас по длине выходит. Лапа смотрит проход под короб. А вот, вот, вот. Лапа что-то, да. Действительно, сегодня с реакцией не самая лучшая. Так, по длину тоже пошел у нас Лапыч. А Пуш забирает с пары счета. Тео на пяти. И Зишка снова. Один остается против двоих игроков. Ну, посмотрим, как отыграет Олег. В принципе, из него клатч раунд. Ой, клатч раунд. Из него клатчмен довольно-таки хороший. Уже неоднократное множество. Мы их видели. Ну и посмотрим, как сейчас все-таки будет действовать. На счету 100 хп. В то время как Пуш очень битый. 50 хп. Лапыч фуловый. Но Лапыч... Кстати, да. Подобрал девайс другой. Уже стал помобильней. Теперь играет с Аугом. Потому что со снайперской винтовкой на обороне планта поставленного. Это, конечно, совсем не то. Зишка дропается. Пуш его прекрасно слышит. Но и с Лапой вдвоем просто как-то должны на перекрест принимать своего оппонента. Лапа! Отличный хатшот по Зишке. И Литирейты выходят. Вперед на карте зиловой центр. Со счетом 7-6. Ну вот сейчас в атаке действительно Литирейты начинают задавать жару своим соперникам. И три раунда уже берут на свой актив. А вот Респект отыграли только один. Всего лишь в обороне. Но Тео принимает решение агрессивных действий на позиции стрита. И здесь может найти опенфраг. Вполне себе, да. Находит минус по Дазлу. Но далее. Почему ребята не нажимают? Я не понимаю. Могли бы вполне себе толпой сейчас задавить у нас Тео. И все. Проблем бы не было. Но Тео опять же вылетает на стрит. Да ладно. Троих похоронил. Серьезно. Просто стрит это. Три двести. Вот это поворот. Ну ничего себе. Ясно. Понятно. Просто стрит разобрал у нас один Тео. Убийца. Убийца. Машина. 68% здоровья. Но здесь систем работает через коробку. Тео квадрокилл уже оформляет. И Лапича состоится в Солочанского. Сейчас также может Лапа улететь на актив Тео. Но собственно у него и так уже 4 минуса имеется. Я не знаю. Лапич конечно сейчас может. Может потащить. Может разорвать. Но. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно. Это Эйс. Арханиус. Арханиус. Эйсаниус. Семь-семь. Ну что поехали дальше. Действительно соперники вообще не уступают ни малейшего квадратного метра карты друг другу. И теперь Уэйк у нас выходит на длину. Кстати Тушкан его прочекал. И Тушкан быстренько такой оп-оп-оп. Нет я туда не пойду. Это кстати выход фастовый в Зигу. Я так понимаю Зишка здесь на приеме с дома. Будет Зигу принимать на выход. Ну а вот его тиммейты пока что... Да кстати уже 4 игрока под бет находятся в респект. Это конечно определенный буст для них. Тео идет поджимать длину. И сейчас кстати его Лапа вообще никак не ждет. И Тушкан даблкил в итоге делает. Посыпалась атака литерейтов. Здесь просто прочитали как открытую книгу литерейтов. Сейчас респекты. Тео вновь делает минус. Лосс забирает на зло. И Систем пока что хилится живет. Давай хайлайты. Хайлайт от Система пошел. Но Тушкан просто какой-то кабонорез. Постоянно режет кого-то. Вчера 3 фрага с ножа. Сегодня уже 4. Ну просто Сашка какой-то... Саня тесак. Ну это все конечно прекрасно. Но вот сейчас стоило отметить литерейтов. То что парни молодцы. В атаке работают очень жестко. Как следом отыгрывают респекты уже 2 раунда. И сейчас становится у нас и 3 на смене сторон. Ну посмотрим что же тут будут парни оформлять далее. Вейк находит минус по Тео. Явно мой MVP команды и респект. 12-15 его статистика. Просто наколотил всех и вся. О, пизишка будут оборонять сейчас короб вдвоем. Не знаю зачем это конечно. Парни делают. Ну такое дело. Вот сейчас опять же дым кладется у нас на позиции Альфы. И почему ребята не заходят? Вот чего ждут? Ну вот для чего? Чтобы потом забросить более слабый дым? Или что? Что из этого выходит? Вот не понимаю. Тем не менее ребята опять же стоят. Ребята опять же ждут. Но Альфу просто контролит у нас сейчас Тушкан из дому. И так же Опис сидит просто по чекам на автомате. Зишка отыгрывает в коробе. Слышит сейчас Дазла. Как тот перетягивается у нас по банану и уходит на позиции Альфы. Ну и собственно здесь уже все литерейсы находятся абсолютно. Лапич пытается найти минус сейчас по Тушкану в доме. Но по нему залетает дэмэж. Довольно таки нежелательный. 64% здоровья остается. И сейчас Тушкан скрывается у нас в поле зрения пока что. Он пытается воевать все-таки со снайпером. Но вот это поворотище. Конечно здесь Тушкан выходит победителем. Есть минус по Лапичу. Зишка также находит Дазла. Ну и собственно как-то атака начинает сыпаться у нас на глазах. Но тем не менее литерейты заходят уже на А-сайт. Установка плента производится. Но здесь Сишка подрейдили Система немножко. Но Систем хилится живет. Также минует ХЕшку довольно таки успешно. Опи уже на пятаке просто прыгает во всю. И минусует здесь Пуша. Откид ХЕ на позиции плента опять же имеется. Здесь у Система явно нет никаких шансов на выживание. И Вейк находится у нас сейчас на стрите. Пытается минусомой своих соперников. Есть минус по Лосу. Также Зишка на агрессии летит. Но тут просто 4 ствола в упоре принимает. Есть минус. Ну и в соответствии этот раунд в копилке коллектива. Респект. Итого 9-7. Ребятки, 2 маппоинта пока что у команды. Респект пассаж на карте Деловой Центр. Адаптировались они под атаку литерейтов. Сделали какие-то перестановки. Вот этот раунд, который мы с вами видим. Имею в виду я, конечно же, раунд, когда Альфа отпускается. Ой, Опи сначала кладет Сишки. Садится за спрайт на миду. И просто потом ему дают информацию, когда там в плане пробежали, когда нет. Этот раунд работает. А литерейты спустя 3 раунда так и не поняли. Как, в принципе, играют в этом моменте Респект. Когда они пускают Альфу. Потому что кладут дымы и начинают целить пятерку. Да, Снайпер, Аугер. Команды литерейт начинают. У нас ТС упал. Ну, что, окей. Упал, упал. Так, это самое. Вот, давайте продолжаем. Они целят пятерку, да, то есть они откидывают дымы на окна, якобы прочекать что-то. И они не понимают, что, да, там кто-то, кого-то в нубке вообще нет. То есть Альфу можно заходить, откинуть также Сишки в плент, раздефьюзить эти Сишки. Потом просто под вторыми смоками уже, под обновленными смоками, нужно заходить, ставить в плент. Они начинают стреляться с домом. Они начинают там страдать какой-то непонятной хинеей. И вот это, на самом деле, большая ошибка команды литерейт была. Возможно, им стоит попробовать выйти шорт до контакта, а там уже как-то... Так, Вейк, уже появляется информация. Тео моментально его увольняет. Систем следующий на очереди. Да, два минуса от Тео. Вот так вот начинается неудачный раунд для команды литерейта. Двоих игроков сразу потеряли. Но Дазл есть пороховница у команды еще литерейтов. Поэтому здесь рановато говорить о 100% взятии раунда команды респект. Пока что у нас вот здесь опи находится за кассой. Пуш. Пуш. Залетает отличная пачка по опи. Так, залетает хаешечка за кассу. Никого на ней рейдит. И вот здесь у Зишки могут быть проблемы. Ой-ой-ой. Лоз. Да ладно, лапа. Как же ты фазумишь жестко. Зишка пойдет сейчас нажимать. Константин Игорачев. 51 хп. И вот все-таки, да, уходит. Уходит Олег. Так, и здесь на хаешке его мог подловить еще Лапыч. Так, не попадает Лапыч. И пойдет, наверное, как-то со спины сейчас. Уходит все абсолютно на стрит. Один прям вообще битый. Это пуш. А двое. Так, относительно. Лапыч забирает еще Зишку. Ну и Александр Кропачев. Двои хайлайты настали. Раз голова. Точнее, растушка. Но, тем не менее, думал два голова, потом три голова. И все на эмоции завершить. Но, тем не менее, раунд-то так прекрасно начался для Респекта. Так для них плохо кончился. 9-8. Ну, продолжает у нас сопротивляться Литерейт. И если сейчас Респекты не добирают один раунд, то в соответствии мы перейдем уже на топы. Но посмотрим. Здесь ОП и ТО обороняют позиции. Альфы на данный момент там Систем и Дазл будут прессить эту позицию. Также Вейк на подхвате. Пуш перетягивается на инсайт. Ну и, собственно, это вектор атаки полностью Альфа на данный момент у нас играется. Но если ребята опять же сейчас профилят, будут стоять тысячу лет на стрейте, никуда не будут заходить, никак не будут прессить, то, в соответствии, ничего хорошего их здесь не ждет. Но посмотрим. Посмотрим, как же будут действовать. Пуш закрывает за собой позиции Банана. Нашивка на позиции Альфы имеется. Но там Тео хилиться, живет, идет барона. Откид Хае непосредственно в плент. И пошла, пошла вода горячая. Здесь ребята должны уже заходить потихоньку. Лапича запускает первым. 44% здоровья. В руках у него Читак М200 Рус. Целит сейчас пятерку. Но здесь парни просто отпускают эту позицию. ОПи закрывает за собой короб. И Тео у нас будет отыгрывать сейчас этот автомат. Но уже заливается под пятерку также. Здесь откид Хае. Дым забросили. Полностью слепая зона Альфы сейчас у коллектива. Респект, но здесь Тео уже находится на пятерке. Плейнт установлен. И пошла нашивка. Пошла во всю. Система подредили. 64 хп. Но здесь Систем снимает голову Тео. И остается у него еще 33% в запасе. Пошла работа на пятерку. Здесь ОПи минусует Дазла. Тем временем Систем принимает решение агрессивного приема. По нему также залетает уже дэмош. Откид Хае в нубку. Вейк есть прием. Минус ОПи. Также Зишка в тушу разбирает Вейка. Тушкан разбирает Система. Лапич продолжает крошиться своей кемпой. Минусует Зишку. Но Лос моментальный размен. И сейчас ребята попытаются задавить. Потихоньку у нас пуша. Но таймер тикает. Тикает таймер. Тушкан садится на деф. Пытается зажать сейчас пуш своего соперника. Но здесь Лос просто его минусует. И этот раунд у Респекта. Боже, какой корвалол. Какой корвалол. Сейчас в последний раунд бомба поставлена. Ситуация 5 в 5. Лежат дымы. Летят Зишки. Все взлетает на воздух. Там не хватает только на заднем фоне Джон Клонда Ван Дамма. На этих, знаешь, на фурах. Такой на шпагате типа такой. Вот. Ну и, собственно говоря, 10-8. Первая карта заканчивается в пользу команды Респект Пассаж. Далее карта Люксвель. Также напомню, что одна.